Животного стоноподъема. В Тоскалинском районе активно развиваются более 400 крестьянских хозяйств. С каждым годом они увеличивают объем поголовья. Идет активная поддержка и со стороны государства. Так, с начала 2022 года 74 агроформирования получили субсидии в размере свыше 281,6 миллионов тенге. Крестьянскому хозяйству «Балашак» исполнилось уже 10 лет. Они ставят свои основные задачи и планомерное увеличение поголовья скота местного направления. Так, на сегодняшний день здесь насчитывается 720 коров породы гирифорд, 130 представителей маточного поголовья казахской белоголовой, а также более 1000 кушунских лошадей. В хозяйстве трудятся около 20 человек. Особое внимание уделяют условиям содержания. Сейчас здесь запасаются кормами на зиму. Из кормов у нас житняк на площади 1800 гектаров. В этом году мы хотим заготовить больше кормов, чем в прошлом. К тому же в 2022-м крайне благоприятные условия. 4000 тонн сена, 1200 тонн силоса и 600 тонн сенажа планируем заготовить. Впрочем, ни одним животноводством единым. В крестьянском хозяйстве активно ведут и земледелие. Так, посевные площади занимают 2800 гектаров. Поля окружены электронным пастухом, что защищает их от непрошенных гостей в лицах животных. Сеют здесь озимые и рожь. В настоящее время уже идет уборка урожая. Самый острый для нас вопрос – это сайгаки. Они часто заходят на наши поля. Здесь на 722 гектаров пар. Теперь думаем, сажать, не сажать. Ведь вопрос с сайгаками стоит остро. По моему мнению, пусть их не отстреливают. Но государство должно помочь с ограждением посевных площадей. Активно крестьянским хозяйством помогает государство. Последние годы это позволило не только увеличить их количество, но и поголовье скота. Например, в этом году число крупного рогатого скота достигло уже почти 41 тысячи, что на 7,4% больше показателя 2021-го. У нас высокий рост по голове лошадей. На сегодня в районе 17 тысяч голов насчитывается. Мелкий рогатый скот составляет около 100 тысяч голов. Ежегодно у нас фиксируется рост на 7-8% по каждому виду скота. Хозяйство, которое проводит селекционную работу, получает субсидии. Стоит отметить, что на сегодняшний день в районе насчитывается более 400 крестьянских хозяйств, которые ориентированы на животноводство. К слову, каждая ферма ставит серьезную задачу по увеличению поголовья. Алексей Кочмасов, Рустем Ищанов, Аиды Сагидула, телеканал Акжиик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова